Я вижу вас впервые, но уже знаю о каждом из вас один факт. В детстве каждый из вас оторвал голову минимум одной плюшевой игрушки или сломал машинку. Психологи уже очень давно объясняют, что развитие человека обусловлено любопытством. В каждом из нас заложено желание познавать, как устроена та или иная вещь, что и заставляет нас разобрать ее на части, чтобы понять, как это устроено. Заглянуть внутрь, увидеть то, что мы не можем увидеть снаружи. Можно ли осуществить коренное желание человека, ничего не ломая, не разрезая? Когда-то давно я задался вопросом, можно ли заглянуть внутрь себя в самом прямом смысле этого слова? Есть такой инструмент. Это виртуальная и дополненная реальность. Например, при помощи этого приложения дополненной реальности можно изучить скелет человека гораздо безопаснее. Интереснее, конечно, заглянуть туда, куда человек никогда не попадет. Например, молекулы или атомы. Это молекула, воспроизводящая один из известных вирусов СПИДа. К этому мы вернемся позднее. Но есть вещи, над сущностью которых мир пытается понять уже много лет. И меня этот вопрос тоже интересует. Женский мозг. Этот крюк черный, это контроллер, который вы держите в руках. Им вы можете вращать, перемещать мозг. Что же там внутри? Ответ на этот вопрос я вам сейчас не дам. Ну и зачем? Если мы не увидим ничего, кроме извилин, как, впрочем, и в любом другом мозге. Что такое виртуальная и дополненная реальность сегодня? Все из нас пользуются наушниками, ведь так? А шлем виртуальной реальности – это своего рода наглазники, которые также имитируют картинку в ваших глазах, как наушники выступления вашей любимой группы. Наверное, многие слышали про развлечения и впечатления виртуальной реальности. Например, можно покататься на американских горках. И если вы будете в это время стоять на специальной платформе, то, поверьте, ощущения будут самыми настоящими. Я уверен, что через 15-20 лет появятся специальные устройства, которые будут симулировать работу нервных окончаний. И тогда опыт виртуальной реальности для вас станет одним из самых красочных в вашей жизни. Уже сейчас во многих областях виртуальная и дополненная реальность используется для того, чтобы ускорять процессы, удешевлять их и увеличивать производительность. Например, прямо сейчас в нескольких медицинских вузах в США проходят лекции, на которых преподаватель рассказывает студентам, надевшим шлемы виртуальной реальности, о том, как делать тот или иной хирургический разрез. В будущем вы и сами сможете делать эти разрезы прямо в виртуальной реальности для того, чтобы научиться делать операции. Кстати, я сам лично прикладываю к этому немало усилий. Недавно Валентин Юдашкин очаровал мир не только новой коллекцией своей одежды, но и тем, что дал возможность тем, кто не смог приехать на показ, увидеть все в шлеме виртуальной реальности, так как пока завелась трансляция 360 градусов. Обратимся к цифрам. Немного рынка проектирует, используя шлемы виртуальной реальности. Немного воюет и лечит. Чуть больше учат. Много рекламирует и еще больше играет в игры. Но рекордсменами в этой области являются так называемые впечатления или опыт виртуальной реальности. Сейчас вот так. Теперь мы видим полную картину. Но тенденции развития говорят, что вскоре именно здравоохранение, образование, военная промышленность и маркетинг будут занимать 4 пятых рынка. У меня к вам важный вопрос. Какой ваш самый сильный страх? Еще несколько лет назад моим был боязнь выступать. А сейчас я спикер на TED. Для меня тогда это был челлендж побороть этот страх. И в этом мне помогла виртуальная реальность. Я скачал приложение, надел шлем виртуальной реальности. И оказался на сцене перед аудиторией, как сейчас перед вами. Смог отрепетировать свои выступления, параллельно преодолевая свой страх. Это же может помочь и вам с вашими страхами. Например, с боязнью высоты. Тут все проще. Падаем с небоскреба и кажется, что есть время подумать. Я посвятил много времени над решением проблемы визуализации объемных медицинских данных, таких как КТ и МРТ. Напомню, что это такое. Например, рентген – это не самая лучшая ваша фотография, которая просветила вас насквозь. Я уверен, что каждый из вас знает, что это такое. Так вот, КТ и МРТ – это набор таких снимков, которые, поставив в стопку, можно представить в виде объемного изображения. Доктор Хаус в этих снимках видел немного больше. Вот так начиналась каждая серия сериала. Но если поставить эти слои в стопку, то можно увидеть, что это была голова мужчины. Согласитесь, некоторые объекты гораздо симпатичнее не в объеме. Когда я работал на проекте по визуализации таких данных, я задался вопросом, а можно ли использовать эту визуализацию для чего-то большего, нежели чем просто для диагностики. И одновременно со мной произошел случай. Маленький ребенок моего друга подошел ко мне с плюшевым тигренком и сказал, что он болеет. На вопрос, чем, он ответил, проглотил батарейку, вылечи его, пожалуйста, сказал маленький ребенок. Для меня это был профессиональный вызов – сделать операцию без медицинского образования. Я заморочился и снял КТ-данные. Симуляцию, конечно, КТ-данных с тигренка. Сопоставил КТ-данные с реальным тигренком в режиме дополненной реальности и провел операцию. Сейчас вы видите, как идет подготовка к операции. Все регистрирует камера посередине экрана. Сейчас я поднесу инструмент для того, чтобы он откалибровался. Зеленые цилиндры дублируют щипцы для того, чтобы я мог их видеть внутри тигренка в процессе извлечения красной батарейки, которая отображена на видео. Сейчас я плавно подбираюсь к батарейке и произвожу ее захват. Это очень тяжелый процесс. Здесь нужно быть крайне аккуратным, нельзя торопиться. Батарейка выходит наружу. И, в принципе, батарейка извлечена. Пациент чувствует себя хорошо. Операция проведена успешно. Чуть позднее, вдохновившись идея тигренка, я смог сопоставить КТ-данные своего черепа со своей головой. Получилось довольно мило. Челюсть я привязал к подбородку, а череп к носу и скулам. Таким образом, получил интерактивную картину сопоставления КТ-МРТ-данных. Да, это решение никак не поможет мне в личной жизни. Но согласитесь, что мы доверяем больше тому врачу, который понятнее и нагляднее объясняет, что с нами действительно происходит. И такой инструмент может помочь гораздо более наглядно и понятно врачу объяснить, какие именно кости носа сломались у пациента или где же все-таки запрятался гайморит. Виртуальная и дополненная реальность — это возможность создавать новый мир. Это возможность познавать информацию в несколько десятков раз быстрее. Помните, я вначале говорил о визуализации молекул в виртуальной реальности. И все знают о том, что такое ВИЧ. И, наверное, многие знают, что уже давным-давно ВИЧ-инфицированные пациенты могут вести нормальный образ жизни благодаря специальной терапии. И сейчас я расскажу о том, как эта терапия работает. Это молекула, которую я называю личной мясорубкой ВИЧ. Через дырку посередине проходят белки, длинные цепочки белков в вашем организме, и расщепляются на маленькие мутагенные, из которых вирус воспроизводит свои копии. Если найти молекулу, которая застрянет в этой дырке, то эта молекула будет являться лекарством, которое запрет мясорубку, и ВИЧ не получит кирпичиков, из которых сможет собрать свои копии, а значит, не сможет распространяться. Для того, чтобы понять, как это работает, мне понадобилось 30 минут, при том, что я не обладаю ни медицинским, ни биологическим образованием. Давайте лишь представим, какой потенциал несет в себе этот инструмент для людей с подходящим образованием. Виртуальная и дополненная реальность — это не какая-то новомодная игрушка. Это эффективный инструмент восприятия, открывающий перед нами границы невозможного, позволяющий максимально реализовать потенциал человека в получении и освоении информации. Спасибо большое! Спасибо! 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 Спасибо!